Нас удастила огромную тортовость. Мы чайка пили и ушли домой. Часто ли вам торты раздавала? У Владимира знала до планерки, что Ольжан не был. Началась планерка. У нас планерка прошла абсолютно тихо, нервно. Мы были, как-то даже все сказали, нам нужно все больше. Нас удастила огромную тортовость. Знаю, Ольжан Манденко знал уже об этом. Мы тихо молчали все. Уже известно было, что Ольжан покончил с собой. У Владимира было известно. Приезжали психологи, Слав Комансийский. После этого психолога у Ирины получилась чуть ли истерика, потому что психолог ее во всем почти обвинила. Она очень расстроена была. Она была в депрессию, была в публике после психолога. Я за Матвейчук. Представать начали их на вертушку поставили. По национальности вас навят, вертушка была очень хорошая. Она была никакая. 27 декабря повесилась Ирина. Этого сейчас боятся студники, которые являются свидетелями по уголовникам. Второй до смерти не было бы. Точно. После смерти Ожан некоторые даже чуть ли не плясали по коридору бегали. Все плакали, а некоторые плясали, ходили. Ну, они очень довольны были. Ах, даст его. Ах, даст его. Ах, даст его. Всем привет. 29, 30 и 31 марта 2023 года прошли 5, 6 и 7 заседания по резонансному уголовному делу по части 1 статьи 110 УК РФ в доведении до самоубийства. По обвинению старшей медицинской сестры трансцентра города Сургут Матвичук Ольга. Все подробности в телеграм-канале Сургутнадзор. Ссылка можете самостоятельно найти по названию. С 29 марта 2023 года со стороны системы начались попытки скрыть от народа правду. В чем это выразилось? Ну, во-первых, после откровений свидетелей на шестом заседании все 9 СМИ из 10 заявленных не пришли на седьмое заседание. Вообще проигнорировали. И, естественно, новостей про шестое и седьмое заседание от всех этих СМИ до сих пор нет. Прошло уже 4 дня с момента пятого заседания. Все, кто работает со звуком и с видео, знают, что звук это 80% успеха. Соответственно, был включен кондиционер. Очень шумно работает. Секретарь постоянно начала печатать на ноутбуке. Некоторые журналисты создавали шумы. Прокурор понизила голос и говорила почти шепотом. Адвокат подсудимый острые вопросы задавал, еле слышно. Многие свидетели говорили, еле слышно. Вообще, не то что на микрофон, даже на слух. Люди с хорошим слухом не могли расслышать вообще, что они говорят. Якобы судья Тройновский сделал за три заседания только две просьбы говорить громче. А дальше не поправлял. Прокурор, по-моему, раз в пять или шесть сделал просьбу. Переспрашивал, что вообще там свидетель говорит. Хотя за этим, по идее, должен следить Тройновский. В общем, звук получился очень ужасный. Несмотря на то, что писалось все на раз, два, на пять аудиоустройств. Все равно звук был очень ужасный. В основном из-за шума кондиционера. Но применив навыки программиста и 10 часов затратив на один час видео, которое вы сейчас увидите с шестого заседания, удалось добиться более-менее нормального результата. Так что звук некачественный, шумный, с лязганием. Но слова можно расслышать. Смотрим. Скажите, пожалуйста, в родственных отношениях встретил. В целом, характеризуйте, пожалуйста, ваше отношение, то есть дружеские, рабочие, в таком случае, пожалуйста. С кем? Некосредственно с подсудимой. А, у Владимира? Да. Владимир Накочин, старший институт. Работаю под ее руководством. Рабочие отношения у вас, правильно? Да, рабочие, чисто рабочие отношения. Благодарю. С Петербеша. А из-за тоже рабочие, но как бы коллеги, хорошие отношения. С потерпешима непосредственно с супругом, жанг Сарадиком, Ирш Султановичем, пожалуйста. Нет. Я его всего один раз летела. Одна, две. Итак, неприязненные отношения имеются у вас в указанной лице? Нет. Не имеется. Благодарю. В таком случае предупреждаю вашу задачу за виду наложенных показаний, либо за отказ задачи показаний свидетелей. Все это ответственно в соответствии со статьями 37, представителем Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовный ответственность вам понятно? Угу. Благодарю. Запомните, пожалуйста, подписку, свидетельство о вашем обновлении отчества и подпись. Так, то есть, какая вы наоборот? Итак, пожалуйста, председатель Суна, извините два слова. Скажите, как давно вы работаете в СУК-клинической травматологической больнице? В 12-м году, 9-го июля. Да. Скажите, вы в каком подразделении, отделении работаете? В Таранто. В Таранком. Руководителем, кто был, вы говорите, еще была старшая сестра в данном отделении. Вы можете ее характеризовать? Строгая, требовательная. Какой у нее был стиль руководства, как она общалась с подчиненными? Жесткий. Как отворожаетесь? Ну, то, что Владимир Владимирович сказал, это было уже забор. А так позволяли себе какие-то глупости, высказывания, оскорбления? Просто разные люди, каждый раз принимают. Кому-то, любое слово сказанное, кажется, большим оскорбением. Кто-то это, как Владимирович пропускает, скажем так. Да, были. Что было? Ну, могла сказать, ой, Владимир Владимирович. Могла. Могла. Ну, судорную брань применяла в отношении сотрудников? Мата не было, да нет. А как могла? Потом я много. Скажите, как проводились у вас планерки, совещания? На данных совещаниях могла себе позволить какие-то выражения, оскорбления? Могла. Могла. У вас проводились планерки совместно с кем? С медсестрами. С медсестрами. С медсестрами. С медсестрами вместе. Анастезийский отдельно. Анастезийский отдельно, да, включился. Айжан, вам знакомы, например, тоже были вместе в работе? Можете ее отразить? Умные, справедливые, честные, очень честные. Добрые, не знаю, всем помогала, всегда можно было обратиться, ко всем уважительно относилась, раз ее все любили. Вы лично в двух дней работы общались с ней? Ну, как бы, мы в одной стране живем, иногда мы вместе поехали. А так, просто хорошее отношение, рабочие были. Рабочие ваши, да? Вам что известно о ее личной жизни? Какие у нее отношения были? Дома с супругом были какие-то проблемы? Нет, мы на эти темы вообще не общались. У меня по работе общалась с ней. В основном работе, да? А они какие-то, может, слышали жалобы от нее? Нет. То, что дочка очень любила, знаю, что у нее кошка была, вот как бы, вот такие разговоры, больше никаких. Про мужа рассказывали? Нет. Не рассказывали? Нет. На работе у Ижан были какие-то проблемы? Расскажите. Да, этих событий не было. Она как бы, всегда со всеми нормальных отношениями была, не было ни конфликтов. Пока вот с этими выходными все не получилось. Ну, расскажите, что получилось, когда это было и что за ситуация произошла? Это было в августе, в конце августа, наверное, и середину. Ну, точнее, я сейчас не скажу, но это в августе было. Ей нужно были два дня выходные. Год сможете сразу пояснить? Год. Сейчас 23 или… Сейчас я запуталась. 22-й год, получается, в августе. Не помните, хорошо. Если не помните, это был август, да? Что произошло в августе? Конечно, нужны были два дня выходных, как она сказала. Мы об этом даже разговаривали. И она согласна была любые дни взять, но эти два дня выходных. С ребенком работать. Потом я узнала, но она уже лично сама не видела, по графику этих дней выходных не было у нее. Хотя я знаю, что она ходила к Ольге Владимировне, просила эти дни выходных. И Ольга Владимировна ей обещала эти дни. А я не поставила. Она на графике не было у нее выходных. Откуда вам известно, что Ольга Владимировна обещала ей? Потому что у меня и жена сама сказала. А и жена там была выходом, да? Она согласна была работать побольше, но эти дни выходные ей очень нужны. Просто мой разговор был такой, что ей очень нужны эти два дня выходных. А дальше что происходило после этого? После этого она очень сильно расстроилась. Я как она плакала, сама не видела. Когда я зашла, уже в Сестеринске у нас обычно сидят анестезистки, которые очень недовольны были вообще тем, что их на вертушку поставили. Что это значит? Это значит, что анестезиста Ольга Владимировна выбила по три месяца работать в палате. Они этого не хотели. И у них свой какой-то вот такой бут был. Они каждый день это все обсуждали. Уругали Ольгу Владимировну сильно. Негативные разговоры провоцировали всех. И когда Айшана расстроилась, как бы на этом они сыграли эти разговоры. Как бы вот, скажем, они очень плохо отзывались. Ольга Владимировна, что она так довела нас всех. Она всех в набер. Все время у них все непорячки свои. Что они не могут работать в палате. Она их заставляет. И на этом как бы Айжан повелась. А так до этого вообще Айжан всегда говорила, когда мы были. Ну бывает тоже на работе. Она говорит, работа это работа, дом это дом. Мне надо как бы вышли с работы, забыть надо. А в этот раз она почему-то дала слово, что ли. Как бы им обещала. Ну не знаю, как-то разговор был, что они решили вот так вот. А кто они? Кто позорвал? Разговоры были. Там была Шишкина, была Назарова, была Шманденко, была Бондаренко. Все они были. Это анестезистки. Да. Они как бы сказали, что все у них так плохо, все нехорошо, что у них здоровье. А у них Владимировна была на палату. Хотя эти разговоры были у нас не первый день. Поскольку я вот 11 лет проработала, мне кажется, 11 лет я слышала, как им не хочется работать в палате. И всегда они были недовольны. Это был каждый день. Провоцировали на глупые разговоры молодых, которые глупо делись на эти разговоры. Я прекрасно знаю, что они потом рассказывали Ольга Владимировна, что говорят молодые и глупые. Потом неприятности были у нас. Это был. Скажите, а если я скажу, вылечить, подкреплены, скажем так сильно, такая ситуация сложилась негативная, что вот, как вы говорите, гнобила, вот еще что-то. А не только, наверное, Владимировна. Лично мое мнение, вертушка была очень хорошей. Лично это мое мнение. Потому что анестезисты у нас элита. Им работать нельзя. Медсестры у нас, как бы скажу, более приниженные, получается. Они не помогали медсестрам. И то, что они выходили на вертушку, они становились более, как бы, работали в палате. Смотрели, как консульты работают. Более лучше понимать начали. Ирина, Айжан, Гайсина, Ирина. Вот они выходили, у них не было проблем. Айжан всегда в палате помогала. Петрова Ирина всегда помогала в палате. И Ольга Владимировна зачастую ставила их в палату. Она в любой момент шла в палату. У них не было отказа. У них ничего не болело, как у некоторых. У всех ноги болят, и все болит. Они, как бы, у нас в доме инвалидов. Никто не хотел туда идти. А скажите, Айжан, Петрова и Сагадеева, кого-то сейчас назвали дверины, да, Айжан? Гайсина. А, Гайсина, прошу прощения, да? Гайсина. Они участвовали в этих разговорах вместе с Шишкиным, Назаровым, Гондаренко. Ирина не любила особо так разговаривать. Но Ирина начала... Это я точно сама не видела просто эту последствию, что с Айжаном как бы на эту тему поговорили, я так поняла уже. Но лично я не была. А Гайсина, она тоже анестезистка. Они все сидели, я не знаю, как бы, насколько. Видите, они как-то поделились пополам, получается. Одна сторона была с медсестрами, одна сторона сама по себе. У них своя какая-то... Ясно. Скажите, а после этих разговоров что-то последовали какие-то действия? После этих разговоров почему-то Айжан решила, что она должна помочь. Кому там? Как? Девочкам. Всех. Ну, анестезисткам помочь как-то, я не знаю. Они пошли к заведующему. Ну, это вот по числам я вам не скажу, но через сколько-то дней они пошли к Владимиру Викторовичу. Рудакову. Да, Рудакову. А кто они? Там пошла Айжан, Ирина, Диана. Называется фамилия? Мы еще знаем знакомый с ним. Айжан Ташмайгамбетова, Петрова, Тарасова, Сагадеева. Они пошли к Владимиру Викторовичу. Но в этот день я была с ночи, я уходила, они сказали, что уйдут к Владимиру Викторовичу. Потом они... Ну, потом уже я узнала, что они сходили, и как бы я так поняла, что Владимир Викторович сказал, типа, все нормально. Я поняла, что результаты нет. А, собственно, с чем? С какими просьбами? Они хотели... Вроде бы насчет графика у них был разговор. Но я все подробности как бы настолько не знаю, потому что я как бы эти разговоры настолько не вникал в то время. Но я понимаю, что у насчет графика было там угроженного. Владыков пояснил, что проблемы нет, получается, да? Ну, проблемы не решил. Дальше что происходило? Как начали действовать дальше Айжа и другие сестры? Дальше. Дальше потом Айжа ушла в водку, вроде бы так. Да. Ну, все тихо, мирно было, вроде бы даже. Все успокоились. Потом сначала вышла с отпуска. По числам я уже не помню. Я помню, я пришла в ночную смену. Была я в палате. Мы были с Агадеевой в палате. Так, сказал. Зашла или залетела Надежда Валерьевна, ученикова. И начал на нас орать, что мы... На меня вообще, что я организовал будд. Кто я такая, что все знают, кто я такая. Анестезистские как бы дали определение, кто я такая. Что мы вылетим с работы. Больше никуда не устроимся. Там была Сагадеева и я. Но еще были, как бы... Тамерлан и Фавилю Джонси. Миронова. Все это слышали. Она очень много кричала. Как бы... И ушла. Я потом даже подошла к Айжану. Айжан, говорю. Что это такое? Как так получается? Говорю. Что это? Ну... Айжан тогда мне сказала. Ну, наверное, нас всех уволят. Я была... Как бы я сказала. Я буду добиваться, что это неправильно. Я сходила даже к Ольге Владимировне. Я не помню. Давай твой ответ. Что... Причем тут я. Я ходила к Ольге Владимировне. Потому что Ольга Владимировна не поздоровалась. Я видел, что Ольга Владимировна очень нехорошо была ко мне в машине. Я пошла к ней. Я сказала... Ну, я знаю, что Ольга Владимировна хороший психолог. Я сказала, психолог. Вызвать, кто на что способен. Я в этом не участвую. И не надо меня в это впутывать. Ну, это было так как бы. После этого... Утром еще Надежда Валерьевна зашла. Опять кричала, что мы никуда не устроимся. Что мы никто. Что с нами разберутся. Кричала она долго. А то мы с ночной смены ушли. Как раз в этот раз, наверное, я увидела уже Альжан первый раз. После этого Альжан... Наверное, Альжан не на работе, я сейчас могу... Она сказала, что она написала письмо и призналась уже. И сказала, что, наверное, как бы будут неприятности. Содержание письма я не спрашивала. Как-то... Ну, там уже не до этого было. Так уже... И так все. Про письмо вы узнали после того, как Овчинникова накричала на вас. И вы ходили разговаривать с Альжан? Нет, нет, нет. То перед этим, как раз, Альжан сказала. И потом Овчинникова начала. Получается, письмо уже было письмо? Да, письмо уже было, да. Вы участвовали в составлении письма? Я вообще не знала именно где. Не знали Альжан, что он обставляется. Альжан вам что-то говорила по этому поводу? Что собирается обращаться? Нет, вообще нет. Нет. Когда письмо она написала, я у нее спросила. Да я подошла. Альжан, говорю, ну зачем ты это письмо написала? Тебя никто не поддержит. Она сказала, я договорилась. Я говорю, ты с кем договорилась? С девочками? Ну, у нас есть... Я говорю, ты же наша шманделька договорилась, что она тебя поддержит? Она сказала, да. Я пошла к шмандельку. Оля говорит, ты даже обещала Айжан, что ты ее поддержишь. Она мне говорит, а я посмотрю, кто распишется. Я пришла обратно, Айжан говорит, она тебя не поддержит. Она тебя подставила. Я ей сказала, ну, Айжан сказал, я с ними договорилась. Я им обещала и все. Ну, я больше на эту тему как бы с Айжаном уже больше не разговаривала. Ну, я поняла, что ее сначала, это мое понятие, что ее поддержали они, довели до этого, сначала согласились все, а потом просто, когда все вот это получилось уже, они развернулись, побежали к Ольге Владимировне прощение, то ли прощение, то ли все на Айжана они свалили. Они все довольны и ходили, а Айжан получилась одна. И все. Они с себя как бы все сняли. Скажите, после того, как поступила жалоба, Айжан признала, что это, ну, она инициировала, написала это обращение. Как поединилось отношение коллектива к ней? Скажем так, все, наверное, испугались очень сильно. Потому что, пошли, конечно, у нас сборки. Я была, я сама лично, я была занята тем, что меня обвинили, что я вот это все провоцировала. Я начала, да, я начала разбираться, кто сказал, что, зачем, почему. Отношение к Айжану, наверное, изменилось. Думаю, да. Потому что, скажем так, многие боялись с Айжан подходить уже. Потому что не милость, чтобы не пасть. Почему? Ну, Ольга Владимировна. А почему они боялись? Ну, у нас такая обстановка. У нас против Айжана никто не идет. И сейчас у нас даже вот как бы сейчас прийти сюда, девочки боятся, просто боятся вот зайти сюда. А чем вызваны госты? Ну, не знаю. Матвельчук там уже не работает. Почему он боится? Что она такого делала, что люди боятся? Ну, девочки говорят, что они потом не смогут на работу устроиться. Почему? Не знаю. Под год. Поступали от Матвельчук такие, скажем так, угрозы или сведения коллектива, что она может что-то организовать такое, что не устроиться на работу. или будут какие-то негативные последствия, увольнения, еще что-то? Открыто я не слышала, но я знаю, что ей звонили, когда девочки устраивались, ей звонили, и она характеристика была. А какую характеристику? Хорошую, похожую? По-разному. Я знаю, что у девочки, она не совсем хорошую, как практически, когда она понесла, была устроиться. Но потом, потом она, конечно, будет сушу. Скажите, отношение Матвельчук после того, как поступила данная жалоба от Рижан к Рижан как-то изменилось? Да. Как? Ну, раньше у Владимира улыбалась. Все. С этого случая у Владимира стал строгая. Ну, по-другому она была. Да, это у нас было строгая. Ну, она тут строгая, то улыбается, а тут уже все поменялось. По-другому же будет все. Тут всегда строгая получается, да, без позитива. А именно к Рижану какое-то отношение? Ну, я с Айжан на планерке не хожу, и Айжан вижу меньше, потому что я работаю в палате, а Айжан работает операционно. Что я видела? Я видела последний день Айжан. Я знаю, что там она выходила из кабинета у его Владимира и шла ко мне навстречу. Она была никакая. У него глаза. Это был последний день, когда я ее видела. Какая-то стеклянная была. Вон она стеклянная была. Я знаю, что там, вот она была у Ольги Владимировны. Там заходила девочка, она была Байли. И Айжан просил у Ольги Владимировны, что... Я не знаю, что просила. Она очень просила ей, пожалуйста, пожалуйста. Я не знаю, что. И она такая ушла ко мне навстречу. А помните, когда это было? Сейчас я вспомню. Айжан была... Это был последний... Я думаю, это было 20-е число. Это было около 5 часов. Я смену... Она должна была 3 часа выйти... Ну, перед 12 работой. Это было... Она задержалась немножечко. А мы до 5 работаем. Мы уже готовились к пересменке. Должно быть 20-е число. Да. Ну, я точно... Я почти уверена, что это 20-е число. С Айжан количество событий произошло 21-го октября, 21-го года. Да. Поэтому должно быть 20-е число. За день до... Да. Это был последний день. Потому что я в этот день... День отработал. На следующий день я должна была прийти в ночь. Когда я должна была прийти в ночь, мне позвонила Ирина и сказала... Айжан не пришла на работу. Найти мне ее адрес. Айжан адрес получился. Я не знала. Хотя она недалеко от меня живет. Но я не знала. Она мне сказала, что она звонит. Айжан не берет трубу. Она сказала, что она может что-то с собой сделать. Я еще... Ирине сказала, что Ирина не может сделать. Айжан очень умная. Что придумала? Я мыслей не могла допустить такое. Но Ирина была очень расстроена. Я ей обещала, приду на работу. Я найду адрес Айжан. Придя в ночную смену, мы поговорили со всеми. Никто не знал адрес Айжан. А то, что был в компьютере, я подошла к Максиму Александровичу. Он сказал, что в компьютере у нас есть же папка с больными. У тебя есть адрес Айжан? Он сказал, что там только Айжана папка. Без Айжана у меня были. А медитацию больше. Учина точно слабила. Айжан, у нее будете. И мы не смогли узнать ее адрес. Ирина, это какая Ирина? Это петровая героиня, которая вторая. Петровая героиня, да. Скажите, после написания жалобы, Айжан, вы говорите, отношение над девчопом изменилось. Коллеги не поддержали. Врачи, другие медсестры, помимо анестезистов. Как это отношение их изменилось? Медсестры ее поддерживали, но молча, скажем так. Заступиться, наверное, никто бы не решился. Прямо с ней как бы пойти. А молча они поддерживали, молча, скажем так. Вам известно, на что было написано в этой жалобе? На что, с чем она была согласна по работе? Я так поняла, графика больше нет. Только про графику? Ну, это я знаю, как бы, я не спрашиваю. Так. Проходила какая-то работа по поводу поступившей жалобы юристам, отделам кадров? Да, да, да. Что проходило? Мы, нас вызвали в отдел кадров, мы заполняли планки, тестирование было. Тестирование было, такое мое, у меня какая-то глупость. Вообще, вопросы были настолько глупые. Я даже спросила, там, куда Содорина мне не понравилась. Как, может, чуть-чуть не так скажу? Как к вам относится? Типа, что вы, по национальности вас гнобят или такой вопрос был? Это мне вообще говорят, с каких пор я в России живу? Это такие вопросы. Мне очень нравится, но там надо было ответить, да или нет. И все вопросы почти вот такие были. Они, там невозможно было по-другому ответить. Как бы, я понимала, что мы этими вам ответами подставляли жалобы. Это все планируют, что мы просто подставляли жалобы. А почему такое мнение сложилось? Потому что, я не знаю, там вопросы, как вам сейчас... Я все вопросы не могу вам сейчас помнить. Но когда я отвечала, они глупые были вопросы. Там, и по работе, что ли. Там, мне это тоже было, почему такие вопросы, как... Ну, я сейчас не смогу вам точно, если в лакету посмотреть, но сейчас... Просто почему у вас сложилось мнение, что отвечаем эти вопросы, это сырые, заезжают? Сейчас я немного... Именно какой-то вопрос был, именно связан то ли с графикой, то ли с чем-то. Вот так вот что-то вот было там такое. Но опять получался вот как вот не тот, который должен был. Ну, там вот так перевернуто было. Я еще даже спросила, как опять, я не понимаю вот этот вопрос. Я даже спрашиваюсь. А вы что, вот так они как-то страдали? И напишите, и все. Ну, не отражались люди, короче? Нет. Нет. Скажите, как коллектив, абсолютно интересно, Матлийчук, реагировала новостью, что Ежан покончила жизнь? Была ночная же смена, когда я не спорная в арте спальти. Утром мы все... Ну, мы обычно всегда ждем Ольги Владимировну, как бы, скажем, настроены, как Ольга Владимировна, как проведет планерку. Скажем, какое настроение ведет Ольга Владимировна, он для нас всегда будет. Если Ольга Владимировна улыбнул, значит, все хорошо. Началась планерка. Моя планерка прошла абсолютно тихо, нервно. Мы были как-то даже все сказали. Не знаю, что все хорошо. Мы вышли и сказали. И Владимировна ходила в отпуск. Нас увастило огромным. Так, помните. Мы чайка пили. И ушли домой. Пришла я домой, спотлила. Кто увидел пропущенные вызовы? Я перезвонила. Звонила на Агнетова. Он мне сказал, что Ольга Владимировна, что я была в авиации. Это было часов просто 11-12 дня. Я позвонила Ирине, Героиде. И сказала, как мы узнали бы. Я знаю, что на работе неправда. До 4-х знал. Часа 4. Одежда Валерьевна зашла и сказала… Это фамилия? Кто, Одежда Валерьевна? Общине. Общине. Она зашла и сказала Сагадеевой, что он повесился. Хотя на работе об этом. Знали. Шманденко знал уже об этом. Тихо молчали все. Энстезистки. Все-таки, ладно. Я не знаю. Как бы они, девочки, не знаю. Я уже знала об этом. И об этом ни разу никто не сообщил, что… Айшан, нет. У нас ни на планерке нигде об этом вообще, ни где, ничего не говорилось. Вообще, эта тема, как будто бы ее не было. Так что все. А ты еще участвовала в этих планерках или она уже ушла? Планерка была спокойной. Может, поздравительно остается, а мы уходим после ночной сны. Не она с ним остается. Я ушла после ночной сны. Она как-то отреагировала на новость о том, что это было. Я потом только узнала, как бы это, наверное, кто-нибудь скажет. Володина знала до планерки, что Айшан нет. Ей позвонили. Зашла Мухаммадеева Аня и услышала, как мы Володина об этом примерно сообщили. А потом и тут. Но нам она не сообщила. Об этом уже в часах четыре сообщила Владежда Валерьевна, Диане Сагадевне. Нет. Ваша честь, пока нет вопросов. Пожалуйста, предпевшую вопрос в воду. Я тут что-то предприняю. Есть несколько вопросов. Я представитель предпевшего Докап Крутова Евгения Викторовна. Скажите, а вот Латвичук могла накричать по малозначительному поводу и обидеться до них? Все, знаете как, зависит от того, кто-то вот то, что она крикнет во стриме как бы спокойно. А кто-то не может как бы такие вынести. Для них тяжело было. Были люди разные. Вопрос не в тех, кто получает, а могла ли Матвичук накричать на человека без повода? Могла. Обидеть могла человека без повода? Ну я же говорю, обидеться, кто-то может обидеться на это, а кто-то просто улыбнется и поедет. Вы говорите, что настроение Ольги Владимировны Матвичук влияло на отношение к подчинению. Ну, я не знаю почему-то. Иногда она была очень строгой, прямо сразу с размаха. Иногда с улыбкой. Мы, да, когда она заходила в дверь, мы рассмотрели, в каком настроении она была. Рассказали, что одной из причин была как раз необходимость замена графика два дня в сентябре. Да, это в Айжан именно вот эти два дня. Вообще, мне кажется, ничего бы не случилось. Как бы вот эти два дня не было. А раньше вот этого возникали вопросы? Я не извиняюсь. В Айжан с Ольгой и Владимиром спорили, что в Айжан. Я вообще не видела этого. Ну, а вопросы возникали, допустим, ребенка не с кем оставить или еще какие-то проблемы? Ну, у нас есть такие вопросы. У нас очень многие, как бы, одиноки без мужа. Да, они приводили детей на работу ночной сменой. Ну, как бы проблемы были с детьми. Айжан, обращалась с заменой графика, чтобы ребенок один не оставался? Я не знаю. Раньше не знали. Скажите, вы рассказываете про Надежду Валерьевну Овчинникову. А почему она так себя вела? Ну, вроде бы, доктор. Отношение к медсестрам, ну, так, обосредованно имеет. У нас, как бы, было так. Надежда Валерьевна, ну, я не знаю, с причиной, без причин она могла вспиться. Особенно маленьких она любила. Как бы, типа, она учила работать их. С криком, ну, скажем, даже не с некоторыми унижениями, да. Надежда Валерьевна, врач, учила работать над сестерой. Ну, как бы, да, замечания такие были. А какие взаимоотношения были между Овчинниковым и Матвичуком? Ну, они подружки, они дружественные. В своем рассказе, ну, и ответы на вопросы государственного обвинителя, вы сказали, что был такой разговор, когда вас начали подозревать, было прям счастье вот в этой ситуации. В производственном конфликте, так скажем, вы сказали, Матвичук, вы психолог, вы знаете то, что может. Да. Скажите, вот Матвичук, психолог, вообще принято? Ну, то есть, вот, откуда у вас вот это отношение как психолог? Ну, я не знаю, но это очень хорошо разбирается. Вы видите, очень хорошо. Потому что, ну, как бы, лично я на него не спрашивала, но всегда все говорят, что у меня образование психологическое есть. Лично никогда не спрашивала. Я на него не знаю. Ну, то, что она очень хорошо разбирается в рынках, я знала. И я удивляюсь, почему и Владимир, наверное, сразу вот это не то сделала вообще. Скажите, могла Матвичук решить вопрос с Сайжаном, возникшим? Какое вам последнее, что вы пишете? Ну, вопрос производственного конфликта, который возникло. Я знаю, что Асжан даже хотел с ней поговорить. Чтобы я, не знаю, в этот день не была, но я знаю, что она хотела с ней поговорить. Также и Петрова хотел с Ольгой Владимиром поговорить. Ольга Владимировна ее не допустила, за что Ирина очень сильно переживала. И вот этого второй бы смерти не было, точно. То есть все это зависит от бездействия, получается, Матвичук или отношения. Ольга Владимировна решила их наказать. Как бы, скажем, до Ольга Владимировна уехала в отпуск. Начались, как бы, анестезистки начали жаловаться на меня. Сначала пошли они Максиму Александровичу ее жаловаться, что я не работаю, что я грублю. Я пришла, да, я пришла, я доказала, что я не грублю, я работаю. Я пошла к Владимиру Викторовичу, мы с ней поговорили, все разъяснили. Потом она, как бы, открыто мне не говорила, но через девчонку мне передавала, что она дойдет до Гарайса, она дойдет до Варадовой. Вот приедет Ольга Владимировна и со мной разберется. Я сказала, пускай разбирать, я буду разговаривать. Ну, после смерти уже? Нет, после смерти Айжан, да. Даже я помню, как она пришла мне говорить. Ты говорила, осторожней. Шмандерик сказал, что и Владимир приедет и с тобой разберется. А Елена Петрова почему ты это воспринимала к себе? Она мне говорила, это не тебя, они со мной хотят разобраться через тебя. Я еще сказала, я не боюсь, пусть приедет Владимир, я буду разговаривать. А как Матвичук хотела наказать Ташмагумбету? То, что она не пошла на разговор с ней, это уже было как бы большими неприятностями для Айжан. Слухов было много, но фактов я как бы не присутствовала. И мне как бы тяжело вот слухами ее говорить это. Ну, да, слухов было много, что ее и называли в гаразии, но я факты не видела. Как бы и с Айжан на эту тему не поговорил, я не могу. Хотя слуха была. Известно ли вам, что угрожали уголовной ответственности на Айжан? Последний день с Айжан, через девчонок, да. А вот с Айжан последний день не общалась, как не получилось. И не присутствовала сама. Только могу через девчонок, могу сказать. Завалили были слухи. То есть такие слухи в отделение ходили? Да. Про увольнение что-то было известно, Айжан? Да, Айжан, когда все это началось, я тоже, Айжан, сейчас нас были, ну как бы я сказала, мы сейчас вылетим, говорю, ну и что дальше? Она мне сказала, если что, давай, типа, вместе уйдем, найдем работу. Я знала, что Айжан, она мне сказала, что нашла работу, если что, я тебе помогу. Потому что мне точно сказать, что ты вылетишь, у тебя здесь никто. Мне сказать, что Гарина Владимировна обязательно позаботится, чтобы я вылетела. Гарина Владимировна, это кто? Семенкова. Угу. Так, Шмандер как бы часто мне передавала через все, что мне Ольга Владимировна хочет, типа, сказать. Я так получала, как бы, но это все воспринимала очень сильно к себе Илья. Это правда. Слушайте, Айжан переживала вот за эту ситуацию, которая произошла? Да. В чем это выражалось? Пусть мы не разговаривали, но все равно видно было. Обстановка, это все. Она не хотела такого, я точно вам могу сказать, не хотела. Она не думала, что так пойдет. Пойдет так как? Вот эти анкетированные, мне кажется, она думала, что как бы, может, общее собрание будет, как бы она договориться как-то хотела. То есть, получается, после анкетирования Айжан поняла, что выхода нет? Да. И коллектив ее не поддержал? А что бы сделал коллектив? Да. Психологически, да. Но мы идти куда-то, просить или что-то нет, конечно. Психологически были многие. Большинство было из-за нее. Кто был против нее? Те, которые были против Ольги Владимирова, они быстренько переобулились, они стали за Ольги Владимирова, а те, кто молчали, оказались наоборот. Это вот подмена вот такая была. После смерти Айжан, некоторые даже чуть не не плясали по коридору бегали. Все плакали, а некоторые плясали, ходили. Все довольны были. А эти люди относятся больше к стороне? Они сначала были против Ольги Владимирова, а тут, когда они же прощения Ольги Владимирова получили, каким методом, я не знаю, на кого свалили, скорее всего, на меня тоже свалили, почему я попала сюда. Все, они очень довольны были. Нет вопросов больше. Подсидим ее, пожалуйста. Нет. Есть вопрос. Пожалуйста. Матвейчук в период с 14 по 20 октября 21 года высказывала ли угрозу увольнения в адрес Ташмагамбетов? При мне лично нет вообще, не могу сказать об этом. Это было только Овчинниковым. Только Овчинниковым? Да. Мы говорим о Матвейчук при Ташмагамбетове. Давайте вот. Ну, это для вас так, а я знаю, что... Ну, ладно, давайте. Спасибо. Предпринимала ли Матвейчук попытки установить автора жалоб о нем, который, как впоследствии выяснилось, подавался, что он готов? Ну, я так думаю, что Айжан сама будет считать признаться. Я не могу вот это сказать. Я не могу сказать, потому что я не присутствую. Знаешь? Вы знаете или не знаете? Я знаю, что Айжан сама признается адрес Ташмагамбетову. Никого я не знаю. Вот вы были очевидцем того, что Матвейчук ходил и выяснял, кто написал жалоб? Нет. Требовал ли, в частности, от вас Матвейчук сказать, кто автор жалоб? Вообще нет. Известно ли вам о таких случаях в отношении другого персонала, в отношении сотрудников? Нет. Не известно? Мне не известно. Да. Общалась ли Матвейчук с Ташмагамбетовой пренебрежительностью в период 14 по 20 октября 21 года? Лично при мне нет, но девочки видели. Какие девочки видели? Мурубаева. Еще раз. Ну? Мурубаева. Ну, так вот. Что они видели? Ну, как Айжан просил, пожалуйста, она и выговорит себя. Нет, выйди. Она громко влевая. А вы это знаете… Мурубаева. 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 Скажите, пожалуйста, Матвейчук унижал или человеческое достоинство Ташмагамбетов? Кто-то, я уже об этом говорила, может одно слово принять. Вы слышали? Вы слышали? Вы слышали? Вы слышали? Вы слышали? Вы слышали? Пожалуйста, успокойно, ведите. Получается как-то. Для меня у меня каждый по-своему воспринимает отсюда. Я уточняю вопрос для свидетелей. Ну, я вам говорю, каждый воспринимает как по-своему. Вы слышали ли вы, чтобы Матвейчук унижал человеческое достоинство Ташмагамбетова? При мне не было, но я знаю, что он был такой. Конкретно вы не слышали. Потому что я конкретно не могу, я на кладерке не присутствую. Профессора Гуравка, уточняю вопрос. Конкретно вы не слышали. Ваша честь, я прошу расшифровать вот эту фразу. Что такое человеческое достоинство в понимании защитника? Не конкретный вопрос. Может, есть, согласно обвинению, это не ко мне вопрос расшифровать. Ну, там идет расшифровка в обвинении. А вы спрашиваете образно, не точно. Хорошо. Хорошо, специально для писателя. Прешу. Еще один вопрос. Написывал так. Умоляла ли Матвейчук положительную самооценку Ташмагамбетова? Я ваш вопрос сейчас задумываю. Оказывало ли систематическое психологическое насилие на Ташмагамбетов? До всех этих случаев, мне кажется, у Айжа и Владимира были очень хорошие отношения. Ну, как рабочие, хорошие. Не друзья, но рабочие, скажем так. Ну, прям, как вам это? Формальное отношение. Вы это, наверное, как бы некоторые замечали, но я бы не сказала что-то. Я не видела. Вопросы? Пожалуйста, тогда начнем послушать. Здравствуйте. Вопросы. Скажите, вы говорите, что угрозы Айжан поступали от других сотрудников больницы, от Матвейчука и не слышали. А в Чинниково в том числе? Да. А что угрозы поступали? Я шла по корридору, Айжан шла навстречками. Перед меня шла Надежда Валерьевна Чинникова. Она остановилась, стоишь перед Айжан, и я однословно не слышала, так чуть-чуть. Потом мне Айжан уже сказал, что это было. Кто ты такая? Кем ты себя, кем ты себя возомнила? Типа, вообще здесь никто. Потому что Айжан поникла в этот момент. Я сзади стояла, но мне однословно не слышно было. Когда она подошла ко мне, Айжан, она как бы вот это передала, да. Угрозы увольнения или какие-то последствия были? От Савчинников или от других есть соотношения Айжана? Она просто говорила, когда вот зашла, там была, покажи уже, ну все, кто заходили. Ну и я попалась туда, что мы берете, мы никогда не устроимся. Про Айжан, она... Это же за вам, про Айжан. Да, про Айжан, она вот лично в имени не была. Я знаю, что... Это было при соревновании. В соревновании, наверное, он не слышал. Скажите еще, вам Айжан говорила, что планирует написать письмо? Нет. Не говорила за Айжан? Вообще не знала. Но она, я знаю, что там звонила анестезисток. И они... Кто-то поддержал как-то, о чем-то они договорились. Потому что я спрашивала, почему, говорю. Мы не договорились, она сказала. Вот. А без сне вы узнали от нее или от... От нее. Она вам сказала, что написано письмо? Да. Угу. Скажите, она сказала, что есть таким образом? С кем? Анонимное, подписанное, что за письмо, содержание? Поясняла вам? На кого? Сказала, график. Там будут фотографии. Остальное, как бы... Я просто не интересовалась даже. Ну, не знаю. Я не спрашивала. Скажут, что там насчет графика будут и все. Зачете, я не задала вопрос. Можно я еще раз повторюсь, наверное. Натальичук, вы говорите, ну, не пыталась выяснить, кто написал жалобу. Сразу, получается, Эйжан узнала, что это ее инициатива была. Или с кем-то она беседовала перед тем, как узнала, что Эйжан написал жалобу. Я не знаю. Как бы прямей личной не было, но почему... Что вообще мне пришлось сказать, что я письмо написала. И как бы типа, что я написала это письмо. Вот это меня удивило очень сильно. Я еще говорю, вы что вы в санитарке, чтобы я знала, что у вас там в письме. Но был у нас такой разговор с общинником. У нас даже была очная ставка в прокуратуре. Потому что Надежда Валерьевна там отказывается от всего. Она ничего не видит, ничего не слышала. У нас так как бы там было разговор уже. Угу. А Матвичу беседы с кем-то проводила и с медперсоналом по поводу поступившей жалоба? Индивидуально или как это она пойдет, как может она обсуждалась? Нет, наоборот, эта тема бы вообще как-то туда закрылась. А индивидуальному что за работу? Ну я не знаю. Вы не знаете? Я не знаю. Известно вам поступали Айжану Броузову по отключению в уголовную ответственность за то, что он написал жалобу. От кого, если известно? Она позвонила девчонке одной. Сейчас она не хочет об этом говорить. Но я знаю, что она сказала, что ей угрожают посадить. Что она очень боится. Ну я не знаю, она скорее всего сейчас ничего не будет говорить. Потому что она развивается. В тот первый момент она успела сказать. Что она сказала? Никто тебя не посадит. Ты что диверсант что ли? Что такое? Ты что думаешь? Успокойся. Все будет нормально. Потому что Айжану была очень беспокойной. Ну как, боялась она. Я не знаю, что мне делать. Мне сказать, что меня посадят где-то на 10-15. Она очень боялась. А та успокоилась сказала. Не переживай. Ты не типа штанки. Это просто слова. Тебе никто не посадит. Только я не могу. Вы рассказали. А вам известно, кто рассказывал такие вопросы Айжану? Не знаете. Скажите, с Айжан проводились беседы с кем-то после написания Айжану? Какая-то проверка проводилась внутри медицинского учреждения? Какие-то ракеты или еще что-то? Да. Приезжали психологи. Я была в отпуске. Как раз. Я не попала в психолог. Вызывали там. Все расспрашивали. После этого психолога у Ирины получилась чуть ли истерика. Потому что психолог ее по всем почти обвинила. Она очень расстроена была. По этому очередь Ирина узнала, что были психологи. И ей очень, наоборот, депрессия упала после психолога. Больше вопросов нет, пожалуйста. Пожалуйста. У тебя, конечно, вопросы, Роза. Вопросы по истории. Да. У меня еще есть буквально несколько вопросов. Анкетирование было именно писали или писали фамилии? Да. То есть писали фамилии, отвечали на фамилии? То есть можно было понять, да? Да. Кто на какой вопрос ответил? Да. Вот же момент, когда я анкетирование написала. Вот сейчас лица не помню, я не знаю. Они даже напомнили, что Ольга Владимировна позвонила. Она сказала, да, да, скоро заканчивают, остались пару человек. Ну, примерно. А кто вот эти вот анкеты вам выдавался? Пойдем, как их мы спустились. Скажите, вот вы давно работаете в отделении, в коллективе. Как вы считаете, после случившегося, после подачи вот этой жалобы, у Эжан были какие-либо варианты вообще остаться работать? Нет. Скажите, вот. Уточните, чего конкретно сейчас боятся Сатур Дмитург на воду? Представьте, вот этого сейчас боятся. Чего этого боятся? Ну, Ольга Владимировна первый день работают в городе, конечно. Вообще, как бы, да, боятся, что Ольга Владимировна, ну, не знаю, вот, устроиться, но работу они, боятся, что есть любовmac, все обвинения устроятся. А Ольга Владимировна работает на slot, а военным боится? Ольга Владимировна не работает, но я думаю Ольга Владимировна, как бы, скажем, они первый день работает, у меня есть hitsni with my Aloys. Все равно, разве друг друга не везде поддерживают? Например, сейчас в СУКБ можно пойти и сказать, если ты сказал СУКБ, близко не подходите, пожалуйста. СУКБ не берем. Это СУКБ. Это уже стопроцентно. К этому причастному. Я не могу сказать, что вы, Владимир, там стоите, но сказать, что из-за этой ситуации, не сказать, что из-за этой ситуации тоже не могу. Вы же не так? Почему не можете и так и так сказать? Вопросы не относятся к делу. Вы хотите, чтобы я, видите, такой Владимир хочет сказать, что пошла не устраивайтесь? Нет, конечно. Такого никогда не было. Я же такой не могу ответить. Не могу ответить уже. Просто бояться, потому что не смогут устроиться на работу. Вам известны причины этих опасений? Потому что, как бы, что поддержку Ольги Владимировны, потом их никто не возьмет. Скажите, пожалуйста, на вопрос за представителя, потерпевшего, вы сообщили, что у Айжан вариантов остаться на работе не было. Правильно я вас помню? В связи с чем, почему? Скажите мне, пожалуйста. Ну, кто бы ей простил такое? Ну, то есть, какие-то были бы воздействия административного порядка? Ну, у меня шансов остаться не было уже, по сути. Ну, что вы подразумеваете, что он уплошает? Потому что даже, Надежда Балинская, вы вылетите, никуда не устроитесь. Да, в систему невысокая, никуда-то не устроить. Потому что Айжан нашла работу в частной компании, и то у своей подруги. А больше вы. Даже девчонки боялись, что вылетит, и никуда не устроить. Характеристику бы такую дали. Давайте перефразирую. Это был вопрос. Что приказовало Айжан остаться работать после этой ситуации? Психологическая давка? Ужасная была. С чьей стороны? С той стороны, частью. А парни, частью, вы как вы понимаете? Да, если не только Айж Владимировна, но и остальные, не вряд ли бы, что ей простил это. У вас как бы слухами, но уже сказали, что ее вызывали, разговоры были с ней. Это же не просто так, не только Айж Владимировна, но и выше что-то. Это исключительно в вашем крайнем доме? Да, это ваше мнение, да. То есть это ваше мнение? И предположение, скажем так, правильно? Либо оно вот именно начало... Да, на слуху, потому что это на слуху, да. Потому что, да, партнер. Благодарю. Вопросы вот, пожалуйста. Соответственно, они... Не имеется раз. Потерпевшие имеются. Представите... Когда уволилась Матвичук? 27 декабря повесилась Ирина. 29-го мы ее похоронили. В январе были каникулы. После каникул. Можно сначала сказать, что Ирина Владимировна вернется и будет работать. То есть потом... Очень было расслухо. У нас, наверное, целый месяц. Держали на слуху, что она придет, что она не придет, что она не придет. Да, мы очень волновались и переживали. Переживали за Ольгу Владимировну или то, что она вернется? Нет, что она вернется. Что она вернется? После возбуждения уголовного дела по факту самоубийства? Ну, нет, я вам просто снимаю. Вам неизвестно. Ну, когда уволилась-то? Наверное, январь его, да? Нет, точно не могу сейчас сказать. Итак, еще страна будет вопрос. Пожалуйста, спасибо. Возвращение? Есть. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Вы сказали, что Матвичук уходил в отпуск. Когда это было? Когда Матвичук ушла в отпуск? Ой, Владимир, ушла в отпуск. Есть ли линия правительства с 27-го, 26-го, 25-го, 27-го понедельник, 20-е число, 20-го декабря, 19-го. Ну, может, число 1-го. Ушла в отпуск. 20-го числа начался... Ой, Владимир, как уехал, начался, скажем, жалобы. Прессовать начали это называть. Наверное, какой-то стихийный. Со стороны анестезиспеда Шамандетта начал вот этими смухами жалобами, что она дает оборайся, жалобы. Глупые были вообще разными. Вопрос был, когда? Потому что работа была? 1-го года. 20-го декабря? 21-го. 21-го. После 20-го декабря 21-го года Матвичук была на работе в качестве стажа? Нет. Нет. Благодарю. Итак, Айжан. Пожалуйста. Замечала ли Айжан Матвичук в качестве старшей? 1-го года. Больше? Итак, Айжан, еще вопрос? Пожалуйста. Вы также пояснили, что в октябре 21-го года Матвичук уходила в отпуск, когда принесла торт. Это в каких часах было? Получается она. Это точно уходила у Владимира, потому что она торт поставила, если, в принципе, 22-го октября. Ну, сколько-то не было, наверное. 22-го октября? Да. Ну, там же известно было, что Айжан покончил с собой? У Владимира, ну, было известно. Но я потом, думаю, узнала, да, мне позволило. Вопросов нет, вы же честно. Вопросы еще? Часто ли вам торты раздавало? У вас честно, я прошу. У нас обычаи через лапу. Это обычаи. Итак, еще вопросы будут? Вопросов не имею. Представите? Нет вопросов. Достаточно обвините? Не имеется, ваше честно. О, спасибо. Защитник? Нет. Благодарю. Итак, спасибо большое, что было завершено. Можете остаться, либо покинуть волшебный заседание. Что вы предпочитаете? Нет. Я не возражаю, что вам особо не следить. Нет возражений. Нет возражений. Спасибо. Спасибо из-за специального заседания. Я получил представительство. Соседание, праведное, что я имею в виду. Субтитры сделал DimaTorzok